Евангелие от Иоанна Иисус отвечал ему, «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал, «Разве я, иудеи, твой народ и первосвященники предали тебя мне? Что ты сделал?» Иисус отвечал, «Царство мое не от мира сего. И если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему, «Итак ты царь?» Иисус отвечал, «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает глаза моего». Пилат сказал ему, «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им, «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычаи, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря, «Не его, но Вараву». Варава же был разбойник. Я хотел бы сегодня обратить вместе с вами внимание на слова, на которые неоднократно уже мы, читавшие Слово Божие, обращали внимание. Это слова, которые в вопросе Пилата Иисусу Христу. Пилат сказал ему, Иисусу, «Что есть истина?» Мы, наверное, знаем ответ на этот вопрос в какой-то степени. В какой-то степени нам сегодня больше известно, чем тогда, когда этот вопрос Пилат решал для себя. И интересно, что евангелист Иоанн эту тему развивает с самого начала своего Евангелия. Если читать Евангелие сначала, мы в первой главе уже встречаем такие слова евангелиста Иоанна, «Что закон дан через Моисея, а благодать же истина произошли через Иисуса Христа». Вот стих, который мы с вами перед этим читали, это уже заключительный этап служения Иисуса, где опять-таки речь идет об истине. Но Христос и на протяжении своего учения опять-таки касался этой темы. К примеру, вот здесь в восьмой главе, опять-таки Иоанн пишет, «Не поняли, что Он, Христос, говорил им об Отце. И так Иисус сказал им, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя». «Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю, пославший Меня есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы обращаем внимание на то, что Христос опять-таки говорит об истине, которую нужно познать, и которая может сделать нас свободными. Ему отвечали, «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им, «Истина, истина, говорю вам, всякий, делающий грех, есть рабы греха. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете». Итак, если сын освободит вас, то истинно свободны будете. Несколько раньше он сказал, «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Итак, мы из этих стихов видим, что истина представлена в разных вариантах в Священном Писании. Мы, когда говорим об истине, понимаем, скорее всего, Слово Божие, о котором прямо написано и говорится, что это истина. Священное Слово – это Слово Божие, а потому это истина, беспрекословная истина – это Слово. Иисус Христос здесь свидетельствует, Иоанн говорит о себе, что Он есть истина. И в 14 главе Христос прямо сказал, «Я есть им путь и истина, и жизнь». И в 8 главе мы с вами читали слова Иисуса Христа, который говорил, что «Если пребудете в Моем Слове, то истина сделает вас свободными». И далее Он говорит, что «Сын, если Сын освободит вас, то вы будете свободными». Итак, истина здесь представлена в виде Слова. Слово было у Бога, Слово было Бог. Истина есть само Слово, истина представлена Христом. В книге пророка Иеремии тоже очень интересное свидетельство об истине. Иеремия пишет так, «А Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой, и Царь вечный. От их днева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование его. А Господь Бог есть истина». И все-таки у нас сегодня день, когда, мне кажется, очень кстати к месту вот говорить об Иисусе Христе как об истине, которая предстала перед Пилатом. У Пилата, как у государственного деятеля, у человека, который очень может быть измерял не силу властью, измерял силу деньгами, чаще всего и то, и другое имеют какую-то взаимосвязь. У кого есть деньги, у того есть власть, у того есть возможности, у того есть сила. Вот Христос вдруг заговорил с Пилатом об истине. Кто от истины, тот случай был власть моего. Где-то Пилат понимал и знал, что у Христа нет никаких преступлений. Все обвинения, которые возводили на Иисуса Христа, они не имели никакой почвы, не имели абсолютно никакого основания. И весь процесс отношения людей, иудеев, ко Христу, завершается тем, что он предстал перед Пилатом, и народ требует казни. Самая позорная казнь. Естественно, с одной стороны Пилат видит, что он ничего худого не сделал. Все на стороне Иисуса. А Иисус говорит, что он пришел свидетельствовать об истине. Я вполне допускаю, что для Пилата очень много было непонятного в этом плане, что есть истина. И очень может быть, что он утверждался в том, в своем понимании этой истины, которая зависела от власти, которая зависела от денег. Собственно, все то, что и на сегодняшний день утверждается людьми в их взаимоотношениях. Мне хотелось бы обратить внимание на то, что вот истина, которая предстояла перед Пилатом, она особенным путем пошла. почему написал Иоанн в самом начале своего Евангелия о том, что истина пришла не в одиночку на землю. Она не в одиночку пришла. Почему он и написал, что благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. И так та истина, которую мы вообще видим в слове, которая представлена словом, она появилась в каком-то новом качестве. Это новое качество собой принес Иисус Христос. Вот потому и появилось это новое качество, что появилась истина, но не сама она появилась. Благодать же истина произошли через Иисуса Христа. И вот это содружество, этих двух положений, этих двух понятий, они прошли через всю жизнь нашего драгоценного Спасителя. Тогда, когда Христос стоял перед Пилатом, тогда единственным ответом на вопрос Пилата могло быть слово, которое записано в послании к евреям. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою Своею, для уничтожения греха жертвою Своею. И мне хотелось бы подчеркнуть, что вот то, что совершала истина во Христе Иисусе, оно имело прямое отношение ко всем живущим на земле, потому что у людей понятие об истине вообще было превратным. Если Писание говорит о человеке, что всякий человек лжил, а с другой стороны есть Божий взгляд на человека, который создал человека, человечество создал и создал для той цели, чтобы его водворить в общение с собою, его вести в Царство Небесное. Почему Христос, появившись, стал проповедовать это Царство? И вот эта проповедь о Царстве Небесном должна была быть понятной этим людям. И поэтому Христос особым образом являл себя, и все его служение было служением милосердия, служением милости, которую Христос проявлял над всеми людьми, которые приходили к Нему. И вот здесь есть затруднения у людей, может быть, и по сегодняшний день. С одной стороны, Христос, подающий милость, желанный, Он ожидаемый, Он личность, в которой можно найти убежище. Но с другой стороны, вот найти все блага во Христе, каждый человек по сегодняшний день может только через Слово. Вот почему Христос сказал, что если пребудете в Слове Моем, истину познаете. Если мы знаем, что служение Иисуса Христа это благодатное, спасительное служение, то у каждого человека есть такая возможность обрести все благодатное во Христе, но надо Слово полюбить, надо Его возлюбить, надо Его для себя открыть, надо с Ним связать свою жизнь, надо почитать эти священные страницы Евангелия для того, чтобы найти для себя величайшее спасение сокрыто в Иисусе Христе, что Христос сегодня нами вспоминается как Спаситель мира, положивший душу свою за людей. Мы совершаем вечерю Господнюю. Христос заповедовал вспоминать Его дело, дело милосердия, которое Он совершил, пребывая здесь, на этой земле. Это дело нам нужно вспоминать, потому что оно спасительным для нас является. Само воспоминание страданий Христовых для верующих людей несет в себе силу. Для тех людей, которые на пути к истине, которые размышляют о Боге, есть прямой призыв Писания обратиться к Слову. Если пребудете в Моем Слове, вы познаете истину. Истина освободит вас. Всякий человек, кто пребывает во грехе, он не свободен. Он является рабом греха. Кто сегодня может отважиться и говорить о том, что он безгрешен, если его не освободил от греха Христос? Поэтому этот единственный путь освобождения от рабства, от рабства греха, он лежит через Иисуса Христа, через Спасителя нашего. И Христос об этом совершенно четко, однозначно сказал. Если и Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. И вот это освобождение от греха мы сегодня вспоминаем. И вот мы говорим о том, что вот с первой главы Евангелия от Иоанна в последующем Своем учении Христос говорит об истине, что вот эта истина сделает людей свободными, если мы возлюбим это Слово, если мы пребудем в этом Слове, постигать это Слово будем, оно откроет нам путь спасения во Христе Иисусе. Пилат, задавший этот вопрос, он не получил ответа, потому что истина выполняла особую роль, взяла на себя особую функцию. Мы говорим, что истина сделает нас свободными. Как она сделает нас свободными? Вот, познайте истину, истина сделает нас свободными. Речь идет о познании Иисуса Христа. Каждый человек должен прийти ко Христу, должен исповедать свои грехи перед Иисусом Христом. И тогда лишь только эта живая истина провозгласит прощение, провозгласит избавление от грехов, и каждый на себе переживет это избавление от грехов. Мне кажется, очень интересная иллюстрация, иллюстрация, которая в Ветхом Завете такая она, мы ее к детям чаще всего относим, вот Давид и Голиаф, два единоборца. И Писание тут в этой истории говорит очень интересный момент, но мне хотелось бы на него обратить внимание. вот тогда, когда это единоборство было предложено евреям, мы говорили с вами, вот почему такое единоборство вдруг появилось в то время, когда вот Давид пришел на военные действия и увидел это противостояние. фактически военных действий не было. Но были такие формы борьбы, противостояния, когда каждая из воюющих сторон могла представить своего силача, и победителем в этом единоборстве считался тот, с чьей стороны победит вот тот силач. И вот здесь Филистемля не выставили Голиапа. Этот великан, этот человек особенного сложения, особой подготовки воинской, начал поносить войско израильское и всех устрашал своих видов, пока не появился Давид. Когда появился Давид, его отец послал братьям, которые были тоже в этом войске израильском, послал узнать, как обстоят дела, как они себя чувствуют. И Давид услышал для себя, для слуха своего неприятные вещи, как кто-то поносит Бога живого, поносит войско израильское. И вот тогда начал он узнавать, что происходит. И что Давиду сказали, вот на что мне хотелось бы обратить внимание. И говорили израильтяне, видите этого выступающего человека. Он выступает, чтобы поносить Израиль. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. Может быть, мы не всегда обращали внимание на этот момент, но он очень характерный, мне кажется, что царь дочь выдал бы за того замуж, но мне хотелось бы обратить внимание, что вот дом отца, вот этого победителя, сделал бы свободным в Израиле. Дом отца сделал бы свободным. Что это означало? Если это раб, дом отца, все были бы свободны, если победитель такой нашелся бы из гробов. В любом другом сословии человек обретал особую свободу и мог бы ею пользоваться. И я, когда вот читаю об этом единоборстве, представляю себе вот сегодняшним нашим воспоминанием страданий Иисуса Христа. Ведь Христос выступил, как этот единоборец. Выступил, выступил и принес особую победу. Тогда, когда Давид и Голиаф сражались, я не говорю о результатах этого сражения, исходя из того, что все, наверное, абсолютно хорошо знают, какой финал вот этого противостояния между Давидом и Голиафом. И хотя Давид внешне выглядел человек невооруженный, пошел на вооруженного Голиафа с пятью камнями из ручья, с прощой, он оказался победителем, войско все еврейское оказалось победителем, и иудея эту победу вся торжественно праздновала. И дом отца Давида обрел свободу, ту, которую обещал Давид. Это социальная свобода. Вот те социальные узы, которые еще были подчинены государственному устройству, они могли дать определенную свободу семейству Давида. Но то, что дает Христос, то превыше всего того, что обрел Давид, как победитель над филистимлянином. Ведь Писание нам говорит интересные слова, вот интересно апостол говорит послание к евреям о том, что Христос однажды пришел к концу веков для того, чтобы уничтожить грех, жертвуя Своей. И в другом месте этот же автор послания к евреям говорит о том, что дом его мы. Вот дом Христовый, все познавшие истину, все верующие люди являются домом Христовым. Так вот, дом Христов имеет свободу, потому что победителем является Христос. Он обрел в этом единоборстве с Голиафом победу. И этой победой Христовой Писание прямо об этом говорит. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. А все уверовавшие в Него являются Его домом. И все те, которые познали истину, они обрели эту свободу. И поэтому в этой красивой иллюстрации подвиг Иисуса Христа так представляется величественным, красивым Он совершен для того, чтобы всякий человек во Христе этой свободой воспользовался. Это свобода от греха, это свобода от осуждения, это свобода от смерти. Потому и велик Христос в своем служении, что Он выполнял его не просто для того, чтобы сделать себе имя победителем. Написано, что Христос как отпрыски сухой земли явился и благодать и истина произошли через Него. Истина, которую утвердил Христос, совершилась в том, что она была исполнена, было исполнено Слово, которое было обращено к людям. Люди, отступив от истины, оказались во лжи. Всякий человек лжив, а Христос явился здесь на земле с милостью, Он как истинно пришел, но пришел не сам. И вот милость со Христом присутствовала перед Пилатом, когда Христос начал задавать, разговаривать с Пилатом. Пилат спросил, что есть истина? И вот эта истина стояла перед Пилатом, готовая посвятить себя до конца на служение людям. И вот это служение совершилось в Иисусе Христе Господе нашему. И поэтому каждый раз, когда мы размышляем об Иисусе Христе, о Его победе, о Его служении, мы должны помнить о том, какой ценой мы пришлись нашему драгоценному Господу. Слава Богу за Его путь, который Христос прошел, за то, что Он пришел как истина не востребовать ее от нас, но заплатить цену за все грехи наши и удовлетворить истину в человеке, в людях, в каждом из нас. Мы, когда приходим ко Христу, мы не праведниками приходим, мы праведниками потом становимся, когда Христос прощает грехи наши и нас объявляет праведниками, потому что истина заплатила уже за все грехи каждого из людей. Поэтому для нас живым постоянно остается призыв Евангелия познайте истину, познайте истину, истина сделает вас свободными. Нужно в познании истины прибыть в Его Слове. Я опять к этому моменту хочу обратиться. Я не знаю, какие у каждого из нас отношения со Словом. Мне хотелось бы постоянно утверждать эту истину. Оно присутствует среди нас, но мы не должны пренебрегать им. Мы должны более, более и более внимания уделять этому Слову. Оно величественно открывает великую картину Божьего отношения к нам, людям. Это отношение милости, это отношение прощения. С другой стороны, я хотел бы сказать о том, что вот истина представлена в трех ипостасях. Истина представлена во Христе. Мы читали, Христос сказал, есть путь истинной жизни. Иоанн, этот же Иоанн, который написал Евангелие, написал и послание, интересный стих есть в его первом послании в пятой главе, что Дух есть истина. Дух есть истина, это вторая ипостася Бога нашего, вторая его сущность, второе естество. И третье, мы читали с вами в Ветхом Завете, что Бог есть истина. Итак, первые две ипостася на сегодняшний день, они возвещают нам благодать Христову. В этой благодати каждый человек может найти свое спасение, прибежище свое, радость избавления от грехов, потому что, когда мы пребываем в Слове, мы постигаем великий план спасения каждого из нас в отдельности. Христос готов сделать свободным каждого человека, кто понимает, читая Слово, что он греховен и что он не может сам по себе освободиться от греха. Ко Христу надо прийти. Перед Христом покаяться, только Христос освободит. И Христос об этом прямо сказал. Если Сын освободит вас, то истинно будете свободны. Вот что касается истины, которая в Боге, она немножко звучит оригинально. Здесь в книге пророка Иеремии написано о Боге. Господь Бог есть истина. И вот так, как пророк Иеремия преподает эту истину, которую в Боге, в Боге Отце. Эта истина будет проявлять себя как суд. Настанет время суда. Никуда мы от этого не денемся. Когда-то вспомнить все человечество, которое что-то слышало о Христе, что было время благодати, было время спасения. Прошло это время. Для многих оно пройдет бесполезно. Бесполезно для спасения души. И тогда истина заговорит в Боге, заговорит в Отце, который будет говорить уже истинно через Него, будет говорить совершенно другое. Это осуждение на вечное разобщение с Богом, на вечное разобщение со Христом. Я не считаю, когда мы говорим о будущем суде, что это какое-то запугивание, хотя Писание говорит других и страхом спасать, но эти же вещи говорит Библия, эти же вещи говорит Евангелие, о том, что будет суд, истина сама, она будет этого требовать, потому что все, что можно было сделать для человека в Иисусе Христе, она совершила, она сделала. Христос, как истина, который пришел в образе человека, положил душу свою за весь род человеческий. Люди глумились над святым и праведным, глумились над Сыном Божиим, глумились над этой истиной, отвергли ее, распяли эту истину и живут как хотят. Неужели эта же истина когда-то не подаст голос для того, чтобы все встало на свои места и все те, кто откажутся от того, чтобы познать истину, чтобы освободиться от греха, те предстанут на суд. Это неминуемое положение, неминуемая ситуация, поэтому к этому каждый слышащий Слово Господне просто к этому должен быть готовым. И дай Боже каждому из нас на сегодняшний день, читая это Слово, размышляя над Ним, размышляя о Христе, который совершил этот подвиг спасения, помнить о своей ответственности. написано в Священном Писании о том, что Христос к концу веков пришел для уничтожения греха жертву своей. Где этот грех уничтожен? Он уничтожен? Он уничтожается в верующем человеке, в том, кто пришел ко Христу. С того человека Господь смывает грех жертвою своей, кровью своей, очищает этого человека. Вовне он присутствует в людях, которые не пришли ко Христу, не покаялись перед Ним, не начали новой жизни во Христе Иисусе. И за это безусловно будут нести ответственность. Пусть сегодняшний день слушание Слова Господня будет хоть для кого-то днем пробуждения к жизни, днем начала нового, начала познания нашего драгоценного Господа. Вот той истины, которая еще сегодня может нас освободить, освободить от греха, от смерти и дать нам одежду праведности. Это Христос сделал страданиями своими и Ему слава за это. Аминь. Мы еще помолимся Богу нашему. для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрят, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.